Одной из команд и участниц Лиги Полесия 2020-2021 является мини-футбольная дружина совхоза комбината «Заря». Представительница государственного предприятия, где спорту и физической культуре уделяется повышенное внимание. И при поддержке директора предприятия Олега Михайловича Слененько идет неустанное развитие, в том числе и футбольной жизни в «Заре». Команда «Заря» принимала участие в самом первом турнире Лиги Полесия, где заняла шестое место, значительно улучшая свою игру и результат. По ходу состязания, ну, новый турнир, новые планы. И используя возможность усиления в соответствии с правилами турнира, «Заря» на сервис пригласила под свои знамена Юрия Яркова, Максима Летяга, Кирилла Куприенко, Олега Гусенко, Дмитрия и Сергея Цуба, Дмитрия Карнача, Максима Пивоварова, Андрея Жура, Ивана Пигулевского и Павла Алишкевича, который выполняет и тренерские обязанности. Конечно же, в составе есть работники государственного предприятия «Совхоз Комбинат Заря», представители участка охраны и контроля Александр Боровский и Сергей Лоско, а также лучшие футболисты цеха переработки Артем Точка, Владимир Захожий и Артем Пескун, капитан команды. Ну и, конечно же, нельзя забыть Антона Анатольевича и Васюка, инструктора по спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работе «Совхоза Комбината Заря», начальника участка охраны и контроля, настоящего мотора, спортивной жизни своего предприятия. Команда «Совхоза Комбината Заря» – это команда, к которой можно стремиться, смотреть, как они организовывают процесс и стремиться к другим командам. Она показательна именно к подготовке к играм. Вот, например, игра, которая у них не состоялась, они сделали тренировку в это время. Ну и также, в принципе, выступают парни неплохо, не все получается, но не сразу, как говорится, строятся команды. И обычно, чтобы создать хорошую команду, нужен год, а то и два. Ну, на любительском уровне, возможно, это немножко происходит быстрее, но я думаю, что парни будут прибавлять от игре к игре. Нынешний розыгрыш «Команда Заря» началась с победы над «Грузовитом» 4-2. Далее поражение от «Вумгина» со счетом 2-3, после еще одна победа над «Новатором» 3-1. И опять поражение 1-3 от «Лильческого альянса». А вот встреча пятого тура сборной МНПЗ не состоялась по причине большого количества заболевших игроков в команде нефтепрорабатывающего завода. Но сей матч состоится позже. И не сомневаемся, что к нему зря подойдет во всеоружие. Я думаю, что все-таки это говорит о том, что идет процесс становления команды и без поражений, как мы знаем, не бывает побед. И вот некоторые команды сразу набирают крутых игроков. Мы это можем видеть, в принципе, в любом чемпионате. Сразу выиграют, но потом сдуваются, игроки расходятся. А здесь мы увидим планомерное создание боеспособного коллектива. Поэтому, я думаю, у ребят все впереди. Что бы Иван Владимирович хотел пожелать участникам и болельщикам этого прекрасного турнира «Лига Полисия»? В первую очередь, конечно, хочется пожелать спортивной составляющей, ярких, красочных игр, побольше каких-то позитивных моментов в командах. Ну и, конечно, хочется, чтобы ребята следили за своим здоровьем, зрителям. Хочется все-таки настоятельно порекомендовать, чтобы они одевали маски, масочный режим у нас. Поэтому, я думаю, что «Лига Полисия» будет набирать обороты и еще увидим много позитивных и классных моментов. Уже завтра в пятницу стартует шестой тур, который начнется в 8 часов вечера. Встреча Ельск-Лес-Пирамида продолжится часом позже. Матчем «Простое решение» Альянс. Второй игровой день тура – воскресенье. Встреча в 8, 9 и 10 часов вечера. Соответственно, «Славия Пандора», «Коронагрузовид», «Заря Айсервис». Наконец, понедельник. В это же время «Орбита-Новатор», «Монтажник» Вумгин и МЧС МНПЗ. Но это при условии выздоровления представителей Мозорского нефтепрорабатывающего завода. И в завершение, выделив команду, которая во всех пяти сыгранных матчей добилась побед, «Монтажник», напомню, что все игры проходят в физкультурно-оздоровительном центре «Полесья-Арена».